Я отдал 63 дырхама и не центам больше для того, чтобы войти сюда, вот сюда. Кто знает, что это такое? Это, ребята, музей Лувра, и это его внутренний двор. Здесь, значит, помимо того, что есть картинные галереи, есть экспонаты, фараоны, здесь еще есть вот такой футуристичный внутренний двор, где есть рестораны, где можно погулять красиво, пофотографироваться. Такая вот здесь архитектура невероятная, напоминающая, я не знаю, какой-то город на планете неизвестной. И очень классно вот это вот все сочетается с водой. Просто бомба на самом деле. Абудаби считается культурным сердцем Эмиратов. В городе то и дело расширяется культурный район, где добавляется все больше памятников, культуры и музеев. Всего в 7 минутах езды от центра Абудаби и в 20 минутах от международного аэропорта Абудаби находится великолепный естественный остров Саидиад. Площадью 27 квадратных километров. Он превратился в эпицентр культуры, бизнеса, туризма и отдыха мирового класса. Здесь был открыт Лувр в 2017 году. Абудаби вложил в этот проект 525 миллионов долларов для того, чтобы город ассоциировался с Лувром. А также 747 миллионов долларов было потрачено в обмен на суды, на искусство выставки и советы по управлению. Конечно, если вы впервые слышите Лувр Абудаби, то у вас, скорее всего, это будет ассоциироваться с французским Лувром. Что здесь есть общего с французским Лувром? На мой взгляд, кроме того, что здесь надписи на французском языке, здесь ничего общего с французами нет. Совсем другая архитектура, современная, все футуристичное. Ну, как бы, разве что экспонаты. И вот это место находится в культурном районе, Cultural District. То есть здесь помимо Лувра еще строится целый ряд еще разных галерей, выставочных центров. И здесь недалеко еще набережная. Лувр функционирует в соответствии с соглашением между Арабскими Эмиратами и Францией, которое позволяет использовать название Лувра до 2037 года и описывается как крупнейший культурный проект Франции за рубежом. Площадь музея составляет 8 тысяч квадратных метров галерей, что делает его самым крупным музеем в области искусства на Аравийском полуострове. К 2019 году Лувр Абудаби посетила 2 миллиона человек, что сделало музей самым посещаемым в арабском мире. Попав в арабский Лувр, можно поймать ощущение, словно вы находитесь под открытым небом в открытом море. Его купол с узором из паутины позволяет солнцу просачиваться сквозь него. Общий эффект по задумке представляет собой лучи солнечного света, проходящие через листья финиковой пальмы в оазисе. В планах также и открытие музея естественной истории, посетители которого смогут отправиться в путешествие на несколько миллиардов лет назад. Его главным экспонатом станет скелет тираннозавра Рекса, известного как Стэн. Впервые его кости были обнаружены его тезкой Стэном Моррисоном, палеонтологом-любителем. Моррисон изучал растительную жизнь в Южной Дакоте, когда заметил часть тираннозавра на склоне скалы. Скелет тираннозавра был продан на аукционе в октябре 2020 года за 31,8 миллионов долларов. Также в музее будет представлен фрагмент метеорита Мерчисон, который распался над Австралией более 40 лет назад. Метеорит содержит в себе органические соединения звездной пыли в предсолнечные зерна возрастом 7 миллиардов лет. Друзья, по дороге в Абу-Даби я остановился в таком месте, которое называется Last Exit, последний выход. По сути, это такой перевалочный пункт. Здесь парковка, здесь куча всяких разных кафушек, столиков. Sorry за ветер, снимая на телефон. И все это стилизовано под такой какой-то безумный Макс, да, вот фильм. Всякие разобранные тачки стоят. Очень прикольное место. Сейчас здесь отлив. Везде мостики у нас, но отлив воды под нами нет. Но при этом, кстати, можно видеть крабиков, да, как лазают? Да, большой. Видишь? Я сначала думал, что это растут так деревья, а Данил мне сказал, что это корни вверх торчат, как сосульки, которые растут вверх. Я не знал, если честно. Здесь есть несколько маршрутов разной длины. Выбирайте под себя, какой вы хотите. И сейчас напротив здесь строится целый большой, огромный район. И здесь внутри есть кафешка, туалеты. То есть можно выпить кофе, какого-то сока и продолжить свой путь. Здесь в парке есть небольшая башенка, куда можно подняться и откуда открывается вид на всю эту рощу. Можно посмотреть, каких она размеров. Еще узнал, что здесь в мангровом парке обитает 88 видов птиц, включая фламинго. Да, ребята, в Арабских Эмиратах есть фламинго. Друзья, мы с вами приехали в Абудабе, наконец, к точке назначения, куда я давно мечтал попасть. У меня забрали микрофон. Прикол в том, что я проходил охрану здесь, когда они забрали мой микрофон, сказали, как бы, камеру можно, микрофон нельзя. Не знаю. Поэтому вот я вам записываю без микрофона. Дворец, где сейчас не живут шейхи. Этот дворец используется для проведения каких-то мероприятий. И сегодня мы, наконец-таки, к вечеру сюда приехали. Следующий шедевр архитектуры, куда мы с вами отправимся, это дворец Каср Аль-Ваттан. Дворец был построен в 2017 году, а спустя два года шейхи Халифа бен Заид Аль-Нахайян, правитель Абудаби и президент Объединенных Арабских Эмиратов, а также Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян, наследный принц Абудаби, решили открыть дворец для публики. До своего открытия дворец использовался только для официальных целей, в основном для приема иностранных лидеров государств и для заседания Верховного Совета страны и Федерального Кабинета Министров. В августе 2019 года дворец был отмечен туристическим сайтом Hotel and Rest среди 20 лучших достопримечательностей искусства и культуры в мире. В 2020 году президентский дворец Каср Аль-Ваттан был номинирован на премию World Travel Awards в качестве главной культурной тур-достопримечательности на Ближнем Востоке. Дворец был сооружен с использованием белого гранита. Диаметр купола сооружения 37 метров, а люстра внутри содержит 350 тысяч кусочков хрусталя. В Восточном Короле находится Дом Знаний, где хранится ряд артефактов и других предметов. Среди хранимых предметов – подарки, преподнесенные приезжими чиновниками из других стран, и два религиозных текста в Доме Знаний – Коран, в том числе копия Бирмингемской рукописи, и Библия, включая Псалмы Давида. Существует также библиотека с более чем 50 тысячами книг. Изначально фонд начал собирать коллекцию библиотеки за счет приобретения редких книг и рукописей. Во время Золотого века было создано литературное произведение «Тысяча и одна ночь», которое является одним из самых важных вкладов в мир литературы. В Западном Крыле расположены залы для официальных мероприятий. Здесь есть комната, известная как «Дух сотрудничества», где проходят заседания кабинета министров ОАЭ и Федерального Верховного Совета, а также саммиты международных организаций. Государственные банкеты являются формальными мероприятиями, но они также направлены на то, чтобы оказать местное гостеприимство к представителям близких наций. Местные залы предназначены для проведения государственных банкетов. Вмещают до 300 человек. Помимо культурных объектов, в Абу-Даби есть что посмотреть еще. Город известен также такими достопримечательностями, как «Феррари World». Это крупнейший парк в мире, который находится в закрытом помещении. Представляет собой первый тематический парк «Феррари» «Аль-Бахар» – парные башни-небоскребы, которые обладают уникальным подвижным фасадом. В 2012 году башни получили титул лучших небоскребов по версии Международного совета по высотным зданиям в городской среде. Capital Gate – падающая башня. С ее высотой в 160 метров здание стало самым высоким в городе. Также оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире. Оно наклоняется к западу на 18 градусов. Aldar HQ – круговой небоскреб. Его проект был признан лучшим футуристическим дизайном на конференции BEX в Валенсии в 2008 году. Друзья, но если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк и заходите на канал, чтобы посмотреть больше роликов про Арабские Эмираты. И, конечно, не забывайте про наш второй канал – Smaps Education, где мы рассказываем про зарубежное образование. Там, например, недавно мы опубликовали ролики о лучших вузах Объединенных Арабских Эмират. Но на этом пока все. Увидимся в следующих роликах.